МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витебский вокзал – прародитель вокзалов России, первенец железной дороги, связавший в 1837 году Санкт-Петербург и Царское село. Ныне он один из пяти действующих вокзалов города. Император Николай I лично был заинтересован в строительстве, понимая стратегическую важность новых путей сообщения. Железнодорожные пути в это время уже существовали в Англии, Америке, Франции, Германии. Торжественный свисток бегущего поезда, впервые прозвучавший 11 ноября по старому стилю 1837 года, ознаменовал новую Россию – железнодорожную. Вокзал был одноэтажным деревянным зданием, но уже в 1849 году началось строительство каменного вокзала. Руководил проектом придворный архитектор императора Николая I Константин Андреевич Тон, известный прежде всего возведением Храма Христа Спасителя в Москве. Здание просуществовало до 1904 года, а затем было опять перестроено академиком архитектуры Станиславом Антоновичем Бжазовским. Он лично спроектировал Владикавказскую, Николаевскую, Московско-Виндовско-Рыбинскую и другие железные дороги. Витебский вокзал – великолепный образец стиля модерн, которого придерживался при строительстве Бжазовский. Архитектор рискнул отказаться от прямых линий эклектики в пользу плавных, стиля модерн. Бжазовский не просто строил вокзал, он творил его, художественно прорабатывая каждый элемент. Неоценимую помощь в художественной отделке ему оказал архитектор Сима Исакович Минаж, который активно участвовал в строительстве Петербурга начала XX века. Почти все части вокзала имеют художественную ковку. Кстати, использование металла для художественной обработки – главный признак стиля модерн. Несущие металлические конструкции причудливо изогнуты. Кажется, они замерли во время своего движения в неизвестную, но манящую даль. Итак, третья реинкарнация вокзала оказалась самой успешной. Как и третье название, характеризующее направление следования – «Витебский», которое утвердили в 1935 году. До этого вокзал назывался «Царскосильский». Каждый из фасадов поражает красотой и неповторимостью. Башня с часами на главном фасаде неумолимо напоминает о скоротечности времени. Или о скорой и долгожданной встрече с другом. Рельеф ИСОВ с распростертыми крыльями наверняка свидетельствует о смелом полете остроумной мысли. Привлекает внимание на колоннаде здания, связывающей северный и западный фасады, мемориальная табличка, посвященная некоему Францу Герстнеру. А в зале ожидания он даже застыл в виде скульптуры. Между тем, именно благодаря ему в России появилась железная дорога. Герстнер работал на Уральских железных дорогах. В 1835 году он обратился к царскому правительству с предложением построить в России железную дорогу. Кстати, Франц Герстнер лично управлял паровозом Проворный, отправившимся 11 ноября по старому стилю 1837 года с Царскосельского вокзала и открывшим новую страницу в истории России, предвестником которой был Витебский вокзал. Субтитры создавал DimaTorzok